Успехи китайского зеленого автопрома стали важной опорой для страны в ее становлении в качестве глобальной производственной державы. Наш следующий сюжет об уникальном опыте Лючжоу. Это небольшой промышленный городок на юго-западе Геннер, где почти 25% машин на дорогах – это электрокары. И среди них есть и одна же мчужина, о которой стоит узнать подробнее. Лючжоу называют городом электрокаров. Их доля в общей массе машин самая большая по Китаю. А бестселлер здесь – суперсовременный малыш Вулин Хунгуан Мини. «В китайском секторе электромобилей происходят серьезные изменения. Из-за огромного объема рынка и спроса, все страны и даже отдельные автопроизводители конкурируют друг с другом, сосредоточиваясь на интегрированной разработке чипов программного обеспечения и экосистемы». К августу 2022-го Вулин продала больше миллиона машин. Мы наладили алгоритм группового контроля и создали метод производства островного типа, чтобы сделать процесс более интеллектуальным и точным. При методе островного типа задействуется мобильный робот для самостоятельного управления автомобилем. Эта инновация в производственной цепочке позволяет компании принимать быстрые решения для удовлетворения различных требований клиентов в разных странах. «Наши машины и автозапчасти экспортируются более чем в 40 стран мира. Общий объем продаж готовых авто превысил 11 миллиардов юаней или 1 миллиард 600 миллионов долларов в 2022 году. Это на 45% больше, чем в 2021 и 2020. Уже на следующий день, после того, как 8 января Китай ослабил ограничения на въезд иностранных туристов, потенциальные клиенты из Вьетнама посетили наш завод в Лючжоу, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. В этом году наш бизнес на зарубежных рынках возобновится. Мы восполним приостановленные за последние три года командировки. Отправим делегации во Вьетнам, Индонезию, на Ближний Восток, в Индию и другие страны». Хорошим инструментом для увеличения продаж и привлечения новых клиентов сейчас служат и социальные сети. На их платформах производители могут держать связь с клиентами не только в Китае, но и в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Прогнозы на развитие самые оптимистичные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова